АРУСЯ АМАРЯН АРУСЯ АМАРЯН Как так? Почему мы не затрагиваем? Почему мы не затрагиваем поэтов? Особенно поэты — это такая редкость. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь? АРУСЯ АМАРЯН АРУСЯ АМАРЯН АРУСЯ АМАРЯН Это очень спонтанное решение, но, вероятно, сердце подсказало, и я решила его услышать. Что было триггером этого решения? Всегда есть триггер, всегда есть какая-то ситуация, человек. Не знаю, вот что было вашим триггером? Да. На этот выбор меня сподвиг мой дядя, который как раз всегда меня отговаривал от этой специальности. Он говорил, что профессия прокурора — это абсолютно не для девочки. Он меня всячески отговаривал и говорил, что послушай просто своё сердце и услышь, чего оно хочет. У меня мурашки. Да. Но, к сожалению, знаете, это такая очень печальная история, которую я уже, наверное, пережила, и мне всегда очень горько это вспоминать. Но сейчас я вспоминаю эту историю с благодарностью. Его не стало, и он не был ни на одном моём вечере. Но каждый раз, когда я выхожу на сцену, я всегда с улыбкой выхожу на сцену и благодарю его, потому что по большей части именно он стал тем связующим звеном между мной, между поэзией и между тем, что сейчас есть в моей жизни. Вау! Вот это да, вот это триггер, конечно. Невероятный. Скажите, пожалуйста, вы думали, когда вы начинали, что ваша карьера вот так сейчас стремительно пойдёт вверх именно вот в этой стезе, в стезе поэзии? Абсолютно нет. Я говорю об этом даже не мечтала. Просто я однажды где-то в социальных сетях увидела запись Веры Полосковой с прочтением произведения Дмитрия Быкова, и решила, то есть она даже его записала, оно было настолько древним и старым, она его записывала на веб-камеру отдельную, которая раньше была. Да, да. Я увидела это видео, решила тоже записать на телефон. Записала, и первый совет я взяла у бабушки. Я спросила, стоит выкладывать или нет. Она сказала, стоит, давай попробуем. Я выложила, и буквально за какой-то короткий промежуток времени у меня прибавилось очень много слушателей. Я была этому очень рада и удивлена. Здорово. Вот по вашей такой внутренней статистике, какие произведения сейчас на данный момент больше всего любит зритель? Я раньше очень много читала о грустном. Потом поняла, что всё равно на людей это влияет, так или иначе. Потому что, когда ты читаешь о чём-то светлом, люди настраиваются на светлую волну. Но чаще всего, учитывая, что люди живут в таком бешеном ритме, им хочется всё-таки чего-то светлого, чего-то хорошего. Но здесь такие весы, и они держатся на плаву, потому что здесь у нас печальные стихии, здесь у нас светлые стихии, и они как-то держат баланс, потому что людям нужно давать и меланхолию, и в то же время нужно давать им что-то такое доброе, светлое, чтобы не полностью впадать в это отчаяние. Слушайте, вы совершенно верно отметили вот этот фактор того, что любое искусство, да, будь то искусство, выраженное через слово, через картины, через аудиовизуальные предметы, да, такие как кино, например. Любой вид искусства, он в первую очередь помогает человеку работать с его эмоциями. Но мы же не всегда так просто выражаем свои эмоции, особенно в ежедневном бешеном ритме, который вы затронули, да. А вот как раз-таки искусство, и я считаю, что вот этот такой феномен современных поэтов ещё раз это доказывает, что любое искусство помогает человеку выражать те эмоции, которые у него далеко в бессознательном, и он не может их никак до них добраться, их выкопать. И вот благодаря поэтам, художникам, режиссёрам, актёрам человеку удаётся познакомиться с самим собой. Это же замечательно. Это точно, да, совершенно точно. И мы, я вот когда каждый раз выхожу на сцену, я очень люблю не держать вот эту огромную дистанцию между мной и между слушателями, потому что я стараюсь её всегда сокращать, и я называю свои вечерания концертами, а такой тёплой поэтической встречей, представить, что вот сцена, микрофон — это простая формальность, и мы просто пришли в таком тёплом, уютном семейном кругу послушать стихи. И я всегда говорю им о том, чтобы они открывали своё сердце и вытаскивали все эти эмоции наружу. Да, а вы им помогаете в этом. Скажите, пожалуйста, а кто ваш самый любимый поэт? Ой, это очень сложный вопрос, потому что я, кстати, анализировала это и пыталась найти своего любимого поэта, и мне это далось очень тяжело. Я могу назвать только некоторых поэтов. Это, безусловно, все поэты практически Серебряного века, Маяковский, Рождественский, другие поэты. Конечно, я ещё не могу не затронуть армянскую поэзию, потому что это абсолютно другой мир, и, учитывая, что существует не так много красивых переводов, но они есть, всё равно они не передают вот этой сути настоящего армянского слова, которое невозможно перевести, его только можно прочувствовать. И на вечерах иногда, когда я читаю стихи на армянском языке, люди, которые не понимают языка, они плачут, они говорят о том, что мы ждём, мы хотим ещё послушать. Хоть мы не понимаем ни одного слова, мы всё равно чувствуем. И, видимо, у любви и вот у этих эмоций нет языка. Ты это чувствуешь сердцем, и это удивительно. Абсолютно. Так же и музыка. Я никогда не забуду, когда мой папа не знал английского языка, он знал только русский и армянский, и когда он слушал песни на английском, не знаю, тех же «Битлз» или «Брайна Адамса» или «Боба Дилана», я смотрю, он плачет. Я говорю, пап, ты же не понимаешь, о чём они поют. Я говорю, а ты понимаешь, над чем ты плачешь? Он говорит, да это не важно. У меня есть эмоции, я о них не знаю, и они выходят вместе с тем, что мне эти музыканты дают. И это совершенно так. Слово же так же работает. Знаешь ты его, не знаешь. Ты чувствуешь его вибрацию. Абсолютно точно. Какое ваше самое любимое произведение, которое даже не то, что любимое, любимое не мозгом, а то, которое вы всегда хотите читать. Вот есть же такое произведение у каждого человека. Я не знаю, как у профессионалов, но у обычного человека есть такое произведение. У меня всё время выходит одно и то же стихотворение в голову, когда мы проверяем микрофон. Что у вас? Есть произведение. И знаете, удивительная вещь такая. В какой-то определённый промежуток времени ты выбираешь одно произведение, которое откликается у тебя в сердце, и ты на протяжении этого времени, оно у тебя постоянно в голове. И сейчас я хочу сказать, что это произведение современной поэтессы Марии Маховой «Человек человеку бред». Это произведение о том, что несмотря на все ситуации тяжёлые в жизни, мы друг другу являемся не бредом, не тяжестью, не болью, а мы друг другу, люди, являются светом, поддержкой, опорой и надеждой. Нам посчастливится немножко услышать из стихотворения сегодня. Конечно, конечно. Пожалуйста. «Человек человеку бред, Темнота и ад. Он сказал, посмотри вокруг, Если мне не веришь. Нет, кричу, Человек человеку сад, Человек человеку кит, Океан и берег. Человек человеку света, И тёплый дождь. Посмотри, как сверкает солнце В глазах и в сердце». Такой небольшой отрывок, который в полной мере, наверное, может передать смысл произведению. Да, и причём у меня опять мурашки, опять мурашки от вашего голоса. Спасибо. Мне кажется, в первую очередь, я уверена, что телезрители со мной согласятся, слышно ваш голос, и он вводит в какую-то медитацию. Собирался тут-то входить или нет, просто он тебя туда вводит. Вы не спрашиваете, скажем так. Беспардонно нас туда вводите. Это замечательно, это большой талант. Мы все очень счастливы, что ваш дядя повлиял на вас однажды. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, как часто вы ездите в Армению, как крепко вы связаны узами с нашей такой малой родиной? До пандемии я практически каждый год летала в Ереван. Даже какой-то промежуток времени у меня был целый год, когда я решила пожить в Армении и переехать туда. Да, и я поняла, знаете, что в Армении невозможно работать, там хочется отдыхать, хочется наслаждаться жизнью. У меня там развился вот такой вот синдром, синдром длительного отпуска. И я только собиралась садиться за работу, и я понимала, что, боже, там светит солнце, как я могу сидеть здесь сейчас, когда вокруг такая красота, хочется наслаждаться, хочется гулять, хочется просто всё это смотреть и делиться этой красотой с друзьями, с близкими, с родными. Так и есть. И вообще, как прекрасно, что сейчас в данную секунду более 100 тысяч россиян, по неофициальным данным, уехала в Армению. И, наконец-то, все, кому я говорила, что включите Армению в список своих путешествий, все, ну да, 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 как-нибудь. Она же рядом, да? Визу туда не надо, и все, знаете, это как... Если что-то легко, то я буду откладывать до последнего. И сейчас, да, конечно, ужасные события, вообще не затрагиваем это, но сам факт того, что все люди, которые кормили меня завтраками, они сейчас тут, и я невероятно счастлива, потому что люди в восторге. И не только от еды, но и от вот этой невероятной энергии, которую вы только что описали, да, что ты понимаешь, что вот жизнь, вот я, и я ею наслаждаюсь. И, в принципе, а самые главные эмоции, которые человек получает, это ресурсные, да, для уже продолжения чего-то больше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я вот совершенно с вами согласна, я еще хочу поделиться, возможно, просто еще не до всех доходит эта новость, потому что кто-то ее просто не видит. Если меня слышат мои дорогие слушатели в Армении, я приезжаю в Ереван с концертами, у меня будет мероприятие 5 мая в Гюмри, в Гюмри я никогда не выступала ни разу, это будет мое первое выступление в Гюмри. И 7 мая я буду в Ереване, в Ереване я уже выступала неоднократно, и это всегда очень волнительно, когда ты возвращаешься в то место, где ты сделал первые шаги, где ты сделал первый вздох. В общем, я очень волнуюсь, потому что, проделав такой большой тур в 14 дней, тур в Армению для меня является сейчас очень таким волнительным. И ответственным, скорее всего, да, потому что на родину возвращаться всегда ответственно. А расскажите о ваших корнях, какие у вас корни? Вы сказали про концерт в Гюмри, это как-то связано с вашими корнями, или это такая отдельная аудитория, которую хотелось бы затронуть? В том числе, это и то, и другое, есть очень много слушателей, которые просили приехать в Гюмри, они говорили, что вот вы приезжаете в Ереван, но Гюмри там недалеко, поэтому можно заехать к нам. И да, мы рассмотрели, я очень рада, что организаторы выбрали Гюмри и Ереван, это очень здорово. И да, у меня есть родственники из Гюмри, я сама по себе чистокровная армянка, я родилась в Ереване, у меня родители родились и жили в Ереване, моя бабушка с корнями из Гюмри, и я ещё на четверть ассирийка, потому что моя бабушка наполовину ассирийка. То же самое, у меня прадед ассирийц, поэтому... Замечательно, очень здорово. Вау, здорово. А расскажите вот об этих чувствах, когда вы выступаете в Москве перед аудиторией, да, российской, потому что Россия много, любая страна, куда мы мигрировали, она нам очень много дала, да, мы всегда ей благодарны. Но мне вот очень интересно, чем отличается вот это чувство, когда вы выступаете перед иностранной аудиторией и перед аудиторией такой своей принадлежности? Это здесь является таким очень важным фактором того, что в России всё-таки такие мероприятия, они проходят часто, здесь это очень сильно развивается, поэтому люди в какой-то степени к этому привыкли. И они с удовольствием приходят, они выражают свои эмоции, они не стесняются выражать свои эмоции. Что касается Армении, да, в Армении очень мало, я считаю, что поэтических таких мероприятий, поэтических вечеров. И мы даже думали о том, чтобы организовать такой поэтический фестиваль в Армении, чтобы поддержать именно армянских молодых писателей, чтобы у них была возможность быть услышанными. И у нас это есть в планах, и мы обязательно реализуем эту идею. И поэтому, когда я приезжаю в Ереван, я замечаю, что слушатели в Армении, они достаточно немного сдержанны, потому что немного нет понимания, как выражать эмоции. То есть там никогда никто не выкрикнет, не крикнет, не скажет «браво». Там достаточно всё очень спокойно проходит, но после мероприятия люди, конечно, выражают свой восторг, свои эмоции, они обнимают крепко, говорят, что это очень тёплое, родное и греющая душу. Здорово. Да, да, это и называется менталитет, да, разный менталитет, и он эмоциональный фон и эмоциональный диапазон также в себя вбирает. Замечательно подмечено. Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах. Какой проект мечты, Анна, или какой след, какой вклад вы планируете оставить? Давайте начнём сначала с проекта мечты. Проекта мечты. Ой, я даже, честно говоря, я вот понимаю, что проект мечты моим был, ну, такой, знаете, условно говоря, для меня, в моём понимании, большой. Я очень хотела сделать мероприятие с симфоническим оркестром. Вау. И этот проект, он воплотился в реальность, в жизнь, потому что в прошлом году, в декабре, мы сделали два политических вечера с симфоническим оркестром. Один был в Москве, другой в Питере. И это такой был новый, абсолютно новый этап в моей жизни, новый опыт. И было очень много желающих посетить вечер. Было много желающих, которые не успели, к сожалению, приобрести билет, попасть на вечер. И вот буквально в апреле в этом месяце мы делаем два мероприятия в Москве, 22 и 23 апреля. И это вот такой был проект мечты, который уже воплотился в жизнь. О каких-то дальнейших планах я пытаюсь пока найти. Я выписываю для себя что-то, что-то хочется новое придумывать. Я даже думала о том, чтобы выпустить свой аромат, свой аромат, потому что даже я создала опрос, и люди очень поддержали эту идею. И даже кто-то высказал идею того, чтобы назвать аромат «Стихия». То есть, да, это очень здорово, у меня очень сильная поддержка с моей аудиторией. И да, и сделать несколько ароматов. И мужчины, кстати, тоже просят делать им ароматы. Поэтому очень много интересного всего меня ждёт, как оказалось. Здорово. Слушайте, но запахи – это тоже способ выражать эмоции, да? Потому что я человек, который очень чувствителен, в принципе, к запахам, то я могу сказать, что понравится мне что-то или нет, зависит от того, какие эмоции этот запах для меня передаёт, да? Какие эмоции я получаю от него. Поэтому, да, запах – это тоже, собственно, один из тех органов чувств, который очень много нас тригерит, и эмоции наши в том числе. Поэтому только вперёд. Классные планы. Спасибо большое. Анна, расскажите, пожалуйста, какой ваш самый сильный страх в жизни? Ой, вот такой вопрос мне ещё не задавали про страхи. Ни на одном интервью, ни на одной беседе. Я нахожусь в таком, наверное, сейчас, в таком состоянии, когда я пытаюсь прощупать, прочувствовать свои страхи. И я начала замечать, что их на самом деле гораздо больше, чем я думала. Но это такие страхи, знаете, даже не за себя. Это страх сейчас за родителей, да? Я нахожусь от них далеко, и мне постоянно очень важно знать, как они, как моя бабушка себя чувствует, как мама чувствует себя, как дядя, как дедушка. И я поняла, что раньше, если я надумала о том, чего я боюсь, а теперь я поняла, что я боюсь за своих родных, за своих близких. Мне очень важно, чтобы они были в безопасности, чтобы с ними было всё хорошо. Вот как-то всё изменилось в жизни. Если в детстве мы говорили, мы могли легко ответить, чего мы боимся, там, пауков, да, или, там, не знаю, темноты, то сейчас, конечно, немного изменилось всё. Как-то так. Ну, и даже те же самые и паук, и темнота, это всё говорит об определённом страхе, который просто развивается в течение жизни, да? Темнота – это страх неизвестности, а дальше уже страх неизвестности может стать чем угодно, да? Там, паук – это определённая фигура определённых родных, да? И потом ты уже… Это может перекочевать даже в страх потери, да? И как говорят психологи, любой страх – это страх жизни, да? Страх лишения жизни в той или иной форме своей, родных, поэтому… Страх смерти, страх смерти, если правильно перевести. Поэтому, да, страхи видеть и знать их в лицо – это очень большая сила, поэтому замечательно, что вы находитесь в том периоде своей жизни, когда вы всё больше и больше вытаскиваете их из своего бессознательного. На самом деле, это очень крутое развитие личности. Я просто ещё хотела сказать, да, о том, чтобы люди представляли, например, свой страх как что-то большое, да, например, какого-то… Что-то, что гораздо больше их, и просто задавали вопрос «Кто ты? Что ты за страх?» И как-то смотрели ему в лицо, и объясняли им, что я сильнее тебя, и как-то ты становишься всё больше и больше, и больше, а страх в это время уменьшается и уменьшается, и это очень здорово работает. Слушайте, это абсолютно так и есть, это прекрасная практика, и также, если мы заговорили про практики страхов, то со страхом очень хорошо говорить, и потом уже в него идти, да, с ним знакомиться, Потому что если ты чего-то не знаешь о себе, то, скорее всего, страх как снежный ком будет нарастать, потому что самый страшный ответ, который я получаю относительно страхов, это то, что у меня нет страхов. В мире 8 миллиардов людей, и, к сожалению или к счастью, очень маленький процент тех, у которых нет страхов, потому что они с ними работают. Но страхи — это же прекрасная вещь. Страхи помогают нам становиться лучше. Если ты знаешь свой страх, у тебя уже есть шанс стать лучше в том или ином аспекте, да, вот в том аспекте, в который вы хотите. Если это, не знаю, страх высоты, да, поймите, на какую высоту вы боитесь взобраться, с какой высоты сложно, страшно смотреть, да, Потому что мы воспринимаем страхи как что-то плохое, но если мы вдруг посмотрим на страхи с другой стороны, как нечто пришедшее к нам, чтобы сделать нас лучше, то страх станет не то, что меньше, а страх, мы с ним ещё можем и подружиться. Он ещё может стать нашим другом. Абсолютно точно. Прям полностью согласна. Анна, а поделитесь с нами вашей миссией жизни? Ведь у нас у каждого есть миссия, предназначение и благо. Мир всё больше и больше начал об этом говорить, и это не может меня не радовать. Поэтому в каждом моём интервью я обязательно задаю вопрос. Какая миссия вашей жизни? Я очень рада, что в моей жизни я достаточно, наверное, быстро нашла свой путь. Я считаю, что это такая самая главная цель в жизни каждого человека — найти свой путь, да, как вы сказали, свою миссию, чтобы знать, для чего ты пришёл в эту жизнь, что ты должен принести в эту жизнь и какая твоя миссия. Я очень рада, что я поняла вовремя, куда я иду. Я пошла по зову сердца, я поняла, что моя миссия — это нести добро, свет и спокойствие. То есть в каких-то непредвиденных ситуациях, хоть я и сама ещё тот паникёр, я вам скажу, я пытаюсь в первую очередь успокоить своих друзей, своих слушателей, что-то происходит в жизни. Я сейчас периодически начала в Телеграме выкладывать такие вещи, такие мини-голосовые обращения перед сном для людей, которые в этом нуждаются. То есть ты что-то записываешь, голосовое сообщение какое-то в онлайн-режиме под музыку, ты говоришь, всё будет хорошо, такая мини-медитация перед сном. И ты понимаешь, что люди тебе отвечают, ой, я так этого ждал, я прямо ждал этого знака, я не ложился спать, я знал, что мне нужно дождаться. Я чувствую, что моя миссия в том, чтобы нести в этот мир свет, чтобы приносить пользу для людей, чтобы как-то развивать литературу. То есть в понятие «нести добро» я вкладываю развитие литературы, развитие поэзии, дать людям понять, что каждый из них уникален и каждый из них силён, придать такую надежду, веру и любовь. Замечательно, замечательно. Слушайте, но у вас даже сам голос медитативный. Вам, я уже просто, вы когда сказали, что вы записываете аудиосообщение и в конце говорите «всё хорошо», я уже была в состоянии том, что «всё хорошо». Мне кажется, просто было бы грех не развивать такую суперспособность. Анна, громадное вам спасибо за интервью. Я получила 30 минут наслаждения, общаясь с вами. Я вам желаю только творческого развития и успехов, потому что ваша миссия, она замечательна. Она может помочь громадному количеству людей и поработать со своими эмоциями и страхами, и, в принципе, со всем, с чем захочется поработать на тот момент. Вам громадное спасибо. Русик, спасибо вам большое. Это, правда, была очень такая открытая, душевная, тёплая встреча, разговор. И я очень рада, правда. Спасибо большое за приглашение. Было здорово. Спасибо вам. И, дорогие телезрители, не забывайте, в мае, в начале мая в Гюмари и в Ереване, а также в апреле в Москве у Анны будут концерты. Обязательно приходите. И увидимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова